Итак, третий раунд переговоров между Москвой и Киевом. На столет делегации в Беловежской пуще пункты о прекращении огня, перемирии и гуманитарных коридорах. Прошлое соглашение, к сожалению, сорвали представители нацбатов. Они запретили гражданским эвакуироваться из Мариуполя. Вместе с тем Россия настаивает на том, что никакие полумеры ее не устроят. Либо Украина соглашается на предложение Москвы, либо спецоперация продолжается. Как проходили переговоры и какая ситуация сложилась в зоне конфликта, расскажет наш политический обозреватель Алексей Волков. Третий раунд переговоров между Украиной и Россией происходил совсем уж на зловещем фоне. Киев всеми силами давал понять, что крайне обижен на НАТО. Ведь Альянс, по сути, отвернулся от Украины и все слова про совместное прекрасное будущее и безопасность словами и остались. Правда, все-таки украинская делегация прилетела на польских вертолетах и в одеждах цвета хаки. Особый предмет враждебности, как сказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, бейсболка вместо галстука. Более того, аккурат, под встречу секретарь СНБУ Украины Данилов с нескрываемой злостью заметит. Вы пришли на нашу землю, а мы придем на вашу. Отсюда и ожидание от консультации. А украинская сторона переговоры называет именно так – минимальная. Тема для обсуждения, утвержденная у Зеленского, гуманитарные коридоры, нацбаты их саботировали, о чем перед встречей рассказал Владимир Мединский. На восточной окраине Мариуполя, города, блокированного милицией Донбасса, в районе проспекта Победы, небольшая группа 20-25 автоматчиков, бойцов нациалистического батальона, попыталась выйти из города через позиции Донецкой милиции. При этом, как в лучших традициях Великой Отечественной войны, они вели перед собой примерно 150 мирных жителей, включая детей и женщин. Они стояли у них за спинами. Бойцы стрелкового батальона Донбасса стали кричать «Ложись!». Начался так называемый перекрестный огонь, в результате которого с двух сторон, как мы знаем с вами, четверо мирных жителей были убиты, пятеро ранены. Также в кейсе Украины обмен пленными и работа международных организаций на территории, которая под контролем России. При этом украинская сторона ведет жесткую игру. З хвилини на хвилину начнемо діалог з представниками країни, яка досі вважає, що в 21-му сторіччі можна силою вибити якісь результати надовго. Ми спробуємо довести, що це не так. Це перше. І друге. Прошу вас не звертати увагу на всі ці фейки з якимись там прізвищами Януковича, Бойко. Я не знаю, кого вони ще хочуть призначити спецпредставниками по Україні, типа Мураєв чи Києва. Все буде так, як треба Україні і так, як треба нашим людям, які вже довели, що країна перемагає. Позиція же Москви – никаких загагулин, никаких затягиваний соглашений. Переговорная дряда России, нейтральный статус України, признання Крыма российским, а ЛДНР независимыми республиками. І тогда спецоперация буде закінчена. Але победна опломбі Зеленського, даже несмотря на потери, не остановить. Официалі продолжають уверять. Москва ломає зуби об українських редутах. Однак елита начала вывозити деньги. Це все деньги! Це все деньги! Це все платят деньги! П'яті платят деньги! Тише! О, ти блять! Ага, вот он! При этом Запад ловят на откровенном лицемерии. Санкції Вашингтон и Ко вводят. Но газ и нефть продолжают покупать. Даже Украина продолжает закупать российское голубое топливо. Закрой вентиль Киев, и Европа будет покупать газ и по 5, и по 10 тысяч долларов. Ломается формула победы и на Западном фронте. Друг всех НКО госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Прибалтику заявил, что, цитата, российская армия может перемолоть вооруженные силы Украины. Разбунут? Стопа! Вот, понятно. Кстати, на третий раунд переговоров не пустили прессу от слова совсем. Пару фотографий и больше никакой фактуры. От такого режима информационной подводной лодки журналисты гадали буквально на телекрам-каналах, к чему же они приведут. Несомненно, от этих переговоров зависит будущее Украины. Однако, если все-таки диалог не получится наладить, то сами же украинские СМИ и телеграм-каналы говорят о двух возможных вариантах развития событий. Первый – это масштабное наступление российской армии, а второй – это возвращение в страну бывшего президента Виктора Януковича. Ведь многие по-прежнему считают его незаконно сверженным лидером Украины. Алексей Волков и Алексей Юнош. Агентстватели новостей. Беловежская пуща.